Добрый день, меня зовут Губанова Юлия Андреевна и я представляю вам доклад управления запрещенными зонами при изменении профиля меандровой структуры и спермолой. С развитием методов изготовления наноразмерных структур появляется возможность получения нового класса композитных материалов, характеристиками которых можно управлять путем изменения геометрических параметров. В данной работе был исследован меандровый волновод и спермолой на подложке из DVD-R диска. Данную структуру получают следующим образом. На очищенный DVD-R диск магнетронным напылением напыляют пермолой толщиной 50 нм. Далее полученную структуру помещают в спектрометр при выключенной частоте 10 ГГц, таким образом, чтобы внешнее магнитное поле было направлено вдоль канавок структуры. И далее вращают относительно канавок под некоторым углом. Для начала было проведено микромагнитное моделирование в программе МюМАКС-3. Сегмент структуры разбивался на элементарные ячейки, в узлах которых решалось уравнение ланда, улившися затуханием Гильберта. И далее полученные результаты обрабатывались в программе МатЛаб. Для начала были получены распределения статических полей при 0, 45 и 90 градусах. 0 градусов – это направление внешнего поля, когда у нас идет вдоль канавок структуры. Видно, что когда у нас поле идет вдоль канавок структуры, структура намагничивается однородно. При увеличении угла у нас появляется неоднородность в вертикальных секциях, а при 90 градусах вертикальные секции, можно сказать, не намагничены, только горизонтальные. Были построены кривые ФМР при 90 и при 0 градусах. При 90 градусах у нас наблюдается только один пик фирмагнитного резонанса. Такой же наблюдается, когда мы рассматриваем только плоскую пленку. Это значит, что у нас горизонтальные секции не вносят никакой вклад в ФМР. При 0 градусах у нас появляется многопиковость. Чтобы посмотреть, как именно изменяется от угла, что происходит с пиками, была построена зависимость ФМР от внешнего магнитного поля. Видно, что при увеличении угла от 0 до 80 у нас существует как 1, 2 и 3 пик. При увеличении угла у нас 2 и 3 пик смещаются по полю. И чтобы посмотреть, как именно они смещаются, была построена положение пика ФМР в зависимости от угла ориентации внешнего поля. Видно, что при увеличении градуса у нас 2 и 3 пик увеличиваются по полю, И при уже 80 градусах они схлопываются в один общий пик. А здесь у нас сравнение эксперимента ФМР, который проводился в спектрометре Брюкер на частоте 10 ГГц, и численного моделирования. При численном моделировании у нас наблюдался первый, второй и третий пик, а при ФМР-эксперименте наблюдался только первый и второй пики. Также были построены распределения динамической намагниченности и профили МОД внутри нижней горизонтальной секции, при частотах, на которых наблюдается первый, второй и третий пик. Первый пик у нас наблюдался при поле, при данном поле, и в нижней секции у нас наблюдалась первая модоволны. Для второго пика ФМР у нас наблюдалась вторая модоволны, для третьего третья модоволны. Также было проведено численное моделирование в программе Комсол, где решалось уравнение Максл методом конечных элементов. И были построены дисперсионные характеристики. Для начала были построены дисперсионные характеристики для такой же структуры, которая была посчитана в программе МюМакс. У нас наблюдалось тут вторая, третья и четвертая частотные диапазоны бреговских запрещенных зон. Первого частотного диапазона не наблюдалось. Были построены распределения динамической намагниченности для первого, второго и третьего пика. Видно, что для первого пика у нас структура намагничивается однородно, для второго только горизонтальной секции, для второго только вертикально, а в третьем у нас уже намагниченность горизонтальных секций идет по-разному. Также были построены дисперсионные характеристики, когда мы верхнюю горизонтальную секцию увеличивали размер вниз. И у нас в этом случае открывался первый частотный диапазон бреговской запрещенной зоны. Также была построена зависимость ширины частотных диапазонов от толщины верхней горизонтальной секции. Видно, что у нас первый частотный диапазон бреговской запрещенной зоны наблюдается максимум при толщине m2 в 10 нанометров, минимум при 50 нанометрах. Максимум второй и третьей запрещенной зоны наблюдается при 70 нанометрах. Были исследованы структуры с одномерной модуляцией профиля. В исследованной структуре возможно управление положением пика ФМР путем изменения внешнего магнитного поля. Управление запрещенными частотными диапазонами можно добиться путем изменения геометрических параметров структуры. Предложенная структура может быть использована в качестве фильтра на магнитостатических волнах.